Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Всё верно, настало время увлекательных разговоров и мечтаний о очень результативной и хорошей, клёвой рыбалке. Добрый вечер. Это программа «Трофей и рыбалка». Вы не ослышались. У микрофона Владимир Сметанин. В нашей студии Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской, 8. Василий, добрый вечер. Да, добрый вечер, друзья. Мы работаем в прямом эфире. Но без движения нет ужения. Девиз по-прежнему нашей передачи. Спасибо нашему генеральному партнеру, компании «Движение нефтепродукт». Действительно нужно двигаться, да? Потому что холода на Сталине, минусовая температура. Иначе замёрзнем. Надо двигаться. Мы сегодня продолжим наш разговор об особенностях зимней рыбной ловли. Мы поговорили в предыдущих программах о термобелье. Выбрали костюм. Выбрали костюм. Выбрали флис. Ну, тоже как часть костюма. То, что подадите. Да, как часть костюма тоже, да. Напоминаю вам ещё раз, что все наши передачи «Трофеи рыбалка» можно найти на сайте kerva.ru. Видеоверсия данной передачи появится завтра. Ссылки обязательно выложу в нашу группу ВКонтакте, группу нашей радиостанции ВКонтакте. И сегодня мы с Василием поэкспериментируем. Мы в течение передачи зададим вам какой-нибудь не очень сложный вопрос. Но интересный вопрос. Но интересный. И кто быстрее всех на него ответит, там же в нашей группе ВКонтакте, в разделе, где у нас объявлен конкурс, фотоконкурс, вот тут получат подарочный сертификат от компании «Арсенал». Совершенно верно. Внезапно причём вопрос прозвучит. Где-нибудь я скажу Василию вопрос и поехали. И мы зададим его. Хорошо. Ну и кроме того, конечно же, мы сегодня в программе подведём итоги нашего фотоконкурса. Итоги подводим каждую неделю. На кону там сертификат на 3000 рублей от рыболовного клуба «Белуга» в чистых прудах. Голосование по-прежнему продолжается в нашей группе ВКонтакте. По-моему, больше полутысячи человек там уже оставило свой голос. Я пока не голосовал. Результаты ещё неизвестны. И поэтому, да, мне контакт не выдаёт, кто же там победил. Мы это оставим на сладкое, на сладкое, на десерт в конце нашей программы. Я на самом деле посмотрел, кто участвует. Я практически всех участников знаю. Ну вот будет интересно. В конце нашей передачи я кликну, сделаю свой выбор, и тогда передо мной откроется этот расклад. И мы вот торжественно в прямом эфире озвучим победителя и вручим ему вышеупомянутый мною сертификат. Ну что, поехали. Готовимся к зимней рыбной ловле. Хотя что уже готовится? Сезон-то уже открыт. Сезон уже открыт. Я смотрю, в социальных сетях уже во всём рыболову выкладывают. В этом году лёд очень хороший на самом деле, потому что снега нет. Снега нет, он прозрачный. То, что прозрачный плохо, замёрз хорошо, это хорошо. О чём прозрачный плохо, давайте поясним. Ну рыба боится. Вода чистая, она реально там боится, разбегается. Вот когда рыболовы передвигаются, особенно начинают бурить этот лёд. То есть шум, но всё равно рыба боится. Реально, поэтому ждём снег, когда он закроет ледок. Вот тогда клёв станет намного лучше. Ну выходные, если не ошибаюсь, нам обещают. Обещают, снег, потепление, снегопад. Надеюсь, что всё будет хорошо. Вопросы безопасности, несколько слов хотя бы, Василий, всё-таки стоило бы напомнить, наверное. Ну вопрос безопасности. Выход на лёд сейчас. Первое, что хотелось бы сказать, друзья, ни одна пойманная рыба не стоит вашей жизни. Давайте мы будем как-то себя беречь, нас дома ждут близкие, родные, и поэтому... С уловом или без улова, главное, чтобы мы вернулись. Да, главное, чтобы мы вернулись с рыбалки. Золотое правило, по крайней мере, для меня, моих друзей, товарищей, и всё. Мы не выходим на лёд, который менее 5 сантиметров. Это раз. Мы не ездим на рыбалку и не выходим на лёд в одиночку. Всегда с собой есть верёвка. Всегда. Причём не убранная в ящик, в рюкзак или где-то. По первому льду она лежит в кармане. То есть это банальная верёвка, на которой навязаны несколько узлов для того, чтобы её там можно было кинуть. И спасти человека. Дальше обязательно условие. Это такая мелочь, которая на самом деле стоит какие-то копейки, но жизнь реально спасает. Это придумали специальные спасалки. То есть выглядят они такие пластиковые ручки, в которых такие штыри металлические заточенные. Она вот складывается, собирается. И верёвка, она вешается на шею. То есть, грубо говоря, самому себя можно вытащить. Как барон Минхаузен в мультике себя за парик вытаскивал. Стоит это приспособление. 200 рублей, ну то есть совершенно несерьёзных денег. Несерьёзных денег каких-то, да. Но, тем не менее, реально её тоже нужно иметь. И огромная просьба, если вы уж спасалочку-то купили, ну не убирайте её тоже в ящик или ещё куда-то, да, повесьте её на шею. Пускай она будет. Будет очень здорово, если вы никогда в жизни не воспользуетесь. Но, тем не менее, вот так. Особенно это важно ещё раз подчеркнуть сейчас, когда лёд только ещё вот встал и вот это намораживание идёт. Вот, первый лёд. Ну, сейчас уже на водоёмах, там, на замкнутых, да, там, на озёрах, на прудах толщина ледового покрова уже достаточно для того, чтобы можно было практически безопасно выходить. Но, тем не менее, бережённого Бог бережёт, да, это всегда на реке, пока ещё очень страшно. Есть отчаянные, которые там выходят на какие-то закрайки, ещё там что-то, да, пытаясь поймать рыбу, но на самом деле оно того не стоит. Безопасности, не знаю, свежая голова всегда вот должна быть. Итак, переходим к нашей основной теме. Мы сейчас перед эфиром обсуждали, сколько моментов мы сможем осветить. Видите, у нас 50 минут, и поняли, что нужно взять каких-то две ключевых вещи, которые нужны рыбаку в этот холодный период непосредственно на водоёме. Это то, без чего, на самом деле, зимняя рыбалка, она, ну, просто, наверное, невозможна, некомфортна. Это первое, это хорошая обувь, а второе, это качественный ледобур. Вот, я думаю, об этом сегодня и поговорим. С чего начнём? А начнём мы вот с обуви, потому что тема такая актуальная. Если, не знаю, вернуться назад лет на 10, да, и посмотреть, то в основном в то время использовали какие-то валенки, на них надевали калуши. Но сейчас некоторые по-прежнему используются. Ну, есть приверженцы, да, такой обуви надевали там калуши, какие-то, не знаю, там чуни, вот эту химзащиту. Ну, на самом деле это всё не очень сильно практично, не очень удобно. Обувь потом пошли такие резиновые, да, сапоги с какими-то вкладышами, но они, во-первых, были достаточно холодные, во-вторых, они были ужасно тяжёлые. И где-то там передвигаться по льду до водоёма, там, по снегу или ещё что-то в них было практически невозможно. В последнее время на рынке основную вот нишу, основную долю заняли сапоги из так называемого материала Эва. Чем он хорош? Так, давайте поясним, что это такое. То есть это вспененная резина. Чем хорош? Во-первых, невероятно лёгкий, это раз. Во-вторых, за счёт того, что у нас есть пузырьки воздуха вот там, да, в самом материале. Воздушная подушка, утепление. То есть очень-очень тёплая, очень-очень тёплая, и такие сапоги они получили там, ну, просто массовая, не знаю, там, популярность. Сейчас практически все рыболовы ходят в них, их моделей выпускается очень-очень много. И вот как раз разберёмся, чем же они могут отличаться, вроде бы там один и тот же материал, да, и всё. Ну, цена может быть разной, и, соответственно, характеристики у этих сапог. Начнём, наверное, с самых простых, вот какие могут быть. То есть это когда весь сапог выполнен из этого материала. То есть это литая конструкция, да, такая, то есть вот он мне вот реально там отлит, и всё. Внутри там есть чулок, да, всё, мы их надели и пошли. Сначала чулок на ногу, потом уже сапог, соответственно, да. Такие сапоги самые лёгкие, самые лёгкие, но у них есть один, по мне, вот такой очень, даже не один, несколько таких минусов. Первый минус. Вот эта подошва, которая из этого же материала, из этого сделана, она достаточно мягкая и очень легко прокалывается. И такие сапоги я не советую выбирать рыболовам, которые, например, там до места ловли добираются пешком. Ну, то есть идут там через какой-то лес, там, да, пересечённую местность, где могут быть там палочки, сучки какие-то или ещё что-то. Подошва реально прокалывается. Острая деревяшка, она тут подходит, и она пройдёт. Соломой. Вот замороженная солома там какая-то, да, там, не знаю, остатки каких-то там камышей или ещё чего-то. О, я вспомнил, у меня калоши есть из такого материала. Бывало, когда что-то попадает. Наступаешь, и всё, они прокалываются. Это первый минус. Второй минус, на самом деле, на льду он такой, вот на таком льду, который у нас сейчас по перволётку, очень актуально, они невероятно скользкие. В них ходить невозможно, то есть там малейшее движение, неаккуратное, и всё, и человек летит на лёд, а это, на самом деле, тоже там чревато. Но в то же время у них есть и плюсы, да, лёгкие, и у них ценовая политика, то есть их там можно купить до тысячи рублей без проблем. И размеры там разные. Да, размеры сейчас на самую большую, все мужские размеры, если смотреть, у таких сапог, они все начинаются с 41-го и заканчиваются, если память не изменяет, там, 47-м. Ну, то есть тут без проблем. Вот, но производители же пошли дальше, они учли там какие-то отзывы, да, там, возможно, поняли свои ошибки. И сейчас на рынке появилось очень много сапог, так называемых комбинированных, у которых верх сапога выполнен из материала Эва, а подошва, она сделана из другого материала, то есть это либо резина какая-то, да, то есть либо есть там такие там композитные материалы, да, то есть резина там с чем-то. У них уже появились отверстия под шипы, то есть их можно зашиповать, да, такие шипы бывают отдельно в продаже, да, то есть все без проблем. Прямо самому можно зашиповать? Конечно, да. Там просто они так туда вставляются, и потом точно так же оттуда достаются. И это актуально, вот опять же, в такую погоду, которая у нас сейчас, да, на льду, все, мы вставляем шипы, мы себя чувствуем абсолютно спокойно и передвигаемся. Такие сапоги стали чуть-чуть тяжелее, но они получили несравненные плюсы. Подошва не прокалывается, она не скользит, возможность зашиповать, и они, ну, на самом деле все равно теплей за счет того, что у нас появляется подошва. Подороже? Ну, подороже, в пределах, там, скажем, там, двух с небольшим, там, выбор просто огромен. Это различные модели, это различные производители, но там плюс-минус одинаковые характеристики. Вот. И есть, скажем так, следующий вариант зимней обуви, которая очень часто используется на рыбалке на зимней, это сапоги комбинированные, у которых материал Эва, это как галоша, да, а сверху кожа. Для чего они нужны? Вот такие сапоги очень часто... Натуральная кожа? Да, конечно. Конечно. То есть вот такие сапоги очень часто выбирают любители ловли, которые передвигаются на снегоходах. А нужно это все для того, что когда человек, рыболов, едет на снегоходе, очень часто бывает, там, где-то забуксовали в снегу, там, или еще что-то, пытаются оттолкнуться, там, ногой. Вот. Не дай бог, нога попадет в гусеницу, либо по гусенице пройдет вот кожа, она защищает ногу, то есть ее там продрать гусеницей нереально. Материал Эва, к сожалению, ну, он мгновенно там продерется, можно получить какую-то травму. И вот, соответственно, такие сапоги, они существуют, их используют очень часто. Кожа, видимо, достаточно толстая. Кожа толстая. Толстая. Но она эластичная. Эластичная, ценовая политика. У таких сапог, ну, соответственно, уже там выше, там, от трех тысяч рублей в гору, там, в зависимости от производителя. Вот. Дальше, чем еще могут отличаться сапоги? На всех, которые сейчас представлены в продаже, всегда указывается температурный режим. Ну, вот. И очень, на самом деле, бывает потешно смотреть, когда приходят, например, покупатели, между собой там разговаривают, вот, слышишь эти разговоры. О, смотри, эти до минус 30, эти до минус 70, давай, бери до минус 70, в них точно не замерзнешь. Друзья, ну, никто не поедет на рыбалку в минус 70. Это с запасом наш народ привык брать. Это, во-первых. Во-вторых, вот этот температурный режим, он говорит о том, что вот материал вверх сапоги, сапога, из которого он изготовлен, вот этот материал ЭВА, да, он может быть с какими-либо там химическими добавками, синтетическими там материалами, волокнами и всем оставшимся, и немножко между собой отличаться по температурному режиму. Минус 70, это тот температурный режим, при котором вверх сапога, вот сам сапог, да, он сохранит свои физические свойства. То есть он будет гнуться, не сломается там, не треснет, не окоченеет, то есть там все, да. С ним ничего не произойдет. То есть вот это основной показатель, он вот для этого. Понятно, что сапоги, которые заявляют там до минус 70, они будут, ну, теплее, чем до минус 30, хотя здесь есть исключения. Потому что есть исключения, есть сапоги, например, там температурный режим минус 30, но в них вот такой вот чулок там внутри, который, да, вставлен, и, соответственно, они реально там теплее. Вот, ну, в наших условиях там минус 40, минус 50, не знаю, это основные, ну, вот по продажам, если смотреть, да, то есть это самый популярный сегмент сапога. Минус 40, минус 50. Которые покупают. А, кстати, чем вот ниже эта температура, тем они подороже или... Дороже. Подороже, да. Дороже. Вот. Соответственно, дальше сапоги могут различаться и отличаются. И вот здесь несколько советов, как их правильно выбрать. Самое, вот по мне, например, одним из самых главных, вот вообще в зимней обуви, в сапоге, это вот тот вкладыш, тот чулок, который находится внутри. Их существует очень много видов. Есть из натуральных материалов, то есть шерстяные там, да, есть синтетические, есть валеные, как валенок, да, там есть войлочные, есть комбинированные, то есть их очень куча, много-много. Вот, например, для себя мы решили, что нам, например, ну и друзьям там в компании удобно использовать чулки, которые в себе сочетают синтетический материал, и они вот без ворса, без всего, да, то есть весь утеплитель находится внутри, между двух, скажем так, тканей, да, и там же находится еще фольга. Да, то есть они фольгированные, соответственно, но тепло сохраняют очень хорошо практически. Эффект термоса такой получается. Да, они его не отдают, но такие чулки, чем хороши, они очень практичные, они не скатываются и не сваливаются. Вот все чулки из других, ну там другой вот консистенции, да, там, которые внутри такие вроде бы мягонькие, с ворсом и со всем, они, к сожалению, не очень практичны, потому что они со временем начинают скатываться, протираться на пятки, и в конечном итоге приходят в негодность. Понятно, что их можно отдельно купить, а не продаются. Отдельно, вот я хотел как раз спросить, да, можно ли отдельно купить чулки, отдельно сапоги. Да, еще я позволю Василию прокомментирую, когда ты сказал, для нас, для себя мы решили, для тех, кто первый раз, возможно, слушает нашу передачу, Василий здесь имеет в виду нас, экспертов, профессиональных рыбаков, которые очень много времени проводят. Мы много времени проводят на водоемах, как зимой, так и летом. Совершенно верно. Вот, и вот такие чулки, они очень, скажем так, практичные. И настоятельные, не рекомендую, но сейчас практически уже нет, но тем не менее, где-то еще можно встретить. Это чулки из натуральных материалов, то есть вот там шерсть какая-то, еще что-то. В чем минус их? Шерсть сама по себе теплая, но она очень гигроскопичная, и она набирает влагу прям очень-очень сильно. И, соответственно, когда мы ходим достаточно много, да, передвигаемся в сапогах, влага от нашего тела, она, соответственно, попадает туда. Чулок этот очень сильно намокает. Во-первых, его просушить очень долго, это раз. Во-вторых, у нас, если мы, ну, не знаю, там, с утра очень много километров прошли до места ловли, ну, реально к обеду ноги могут начать подмерзать, потому что, ну, просто будет некомфортно. Синтетические утеплители всего этого лишены, на самом деле, они дышат, да, там, влага отходит, и все здорово. В общем, есть такая особенность, да, ну, у людей разный уровень пота-отделения, на разных частях. У кого-то, ну, как мы говорим, да, ноги потеют очень сильно, а у кого-то не очень, у кого-то там практически нет. Это тоже нужно учитывать при выборе. Ну, конечно. Зимние обуви, да? Да, 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 безусловно. Если потеют сильно, синтетика? Ну, я вот честно скажу, я вообще бы при всех прочих равных предпочел синтетику. Синтетику. Потому что современные синтетические материалы и утеплители, они ничем сейчас не уступают натуральным. То есть это раньше, там, считалось, не знаю, там, шестяная кофта, там, валенки, и тебе будет тепло. Ну, прогресс не стоит на месте, на самом деле. Сейчас все сделано для того, чтобы на природе рыболов себя чувствовал абсолютно комфортно. Вот. Однозначно вот так. И есть еще дальше нюансы. Вот если мы копнем, почему очень много моделей сапог, обуви, там, не знаю, там, 20-30, там, производители их делают, у всех все разное. Точно так же, как в обычной нашей повседневной обуви, там ширина колодки, да, взъем, вот это все разное. Особенность. Ступни человеческие. Все разное. И, соответственно, выбирая сапоги и обувь для зимней рыбалки, настоятельно рекомендую, когда вы пошли в магазин, возьмите с собой хотя бы один носочек, с которым вы планируете использовать эти сапожки, и меряйте обязательно с ним. Мерить разрешается. Мерить разрешается. Рекомендуется. Это рекомендуется. То есть мы всегда, там, наши консультанты, там, предложат несколько пар сапог, да, грубо говоря, там, выбрали какую-то, там, ценовую категорию, определили, что вот в ней, там, несколько вариантов обязательно на выбор мы предложим, потому что здесь именно, вот, комфорт должен быть. Если ноге чуть-чуть неудобно, туго жмет, давит, не знаю, там, все, рыбалки не будет. Это некомфорт, когда мы находимся, там, через полчаса забудешь о том, что при минусовых температурах в узкой обуви реально ноги просто замерзают, да, не знаю, там, если обувь сильно, наоборот, болтается, то на переходах нам будет очень некомфортно. Поэтому здесь вот надо именно такое подобрать золотую средину и выбрать так, как это должно быть. Были случаи, когда на суровую мужскую ногу было трудно подобрать то, что устроит обладателя этой ноги? Да, честно скажу, практически нет. Практически нет, потому что, ну, вот, опять же, по себе, там, пример, да, вот у меня размер ноги 45. У меня 47. Вот. И, соответственно, я себе всегда беру сапоги 46-го размера. Ну, то есть на размер больше, с учетом того, что мы будем пододевать туда термоноски, а я настоятельно рекомендую пододевать термоноски, ни в коем случае там... Переслушивайте наши предыдущие передачи. Да, шерстяных там каких-то или еще не нужно, только термоноски, ничего больше. Вот. На 47 размер сейчас у большинства производителей есть вот этот размер там 47-48, да, он универсальный, да, без проблем подойдет. Вот. Единственное, что я бы там посоветовал с более широким взъемом взять, да, обувь и, скажем так, более широкую, ну, чтобы она комфортно в ней была. Вот, поэтому, да не было практически. Сложнее подобрать дамам, да, ну, то есть вот сейчас производители о них тоже подумали. Нам надо отдельно вот будет в ближайшее время посвятить вообще дамам и костюмы женские, и обувь женские. Женские экипировки мы посветим, но здесь сейчас пару слов буквально скажу. Сапоги, во-первых, ну, отличаются размерным рядом, да, там уже учли, что достаточно маленькие размеры будут присутствовать в выборе. Ну, и, соответственно, их сделали очень красивыми. Там есть беленькие, розовые, фиолетовые, синие, красные, желтенькие. Ну, то есть выбор есть, да, мы себя смогут чувствовать абсолютно нормально в такой обуви, там, не только на рыбалке, да, там просто на каких-то выездах на природу, тепло, сухо и комфортно. Вот. Это то, что касается, ну, так вот, скажем так, основное поверхностное, то, что касается выбора и те виды сапог, которые у нас бывают. Вот. Немножко скажу об, скажем так, эксплуатации после того, как мы приехали с рыбалкой. Вот, то есть уход уже, вопрос и уход, да. Соответственно, обязательно после того, как мы приехали, мы чулочек оттуда достаем. Ни в коем случае там не оставляем, потому что мы поедем на следующую рыбалку, там он реально будет влажный, будет некомфортно. Чулки мы достаем, их там можно сушить на батарее, там, где угодно, но синтетические материалы, благо там, ничего этого не боятся, их можно стирать в стиральной машинке, там, без проблем. Вот. Единственное, что вот этот материал Эва, который ни в коем случае не ставьте сапоги там на батарею, а если вы где-то, например, отдыхаете на природе там и ночуете в рыбацком домике на печку или еще куда-то, потому что... У меня у ребенка был такой случай, когда на печку поставили, вот как раз из этого материала сапожки. Все. То есть там, причем, сильных температур не нужно. Реально от батареи плавится. И можно утром там проснуться, перед выходом на рыбалку увидеть два комочка вот из этого материала. И все. И караул. Что делать? Все. Что на рыбалку идти не в чем. Вот. Поэтому, ну, вот такие вот там должны обязательно быть условия эксплуатации и ухода. Да. И я советую, опять же, если вы поехали, ну, на длительную рыбалку, там, на несколько дней, там, не знаю, или еще что-то, приобретите в магазине. Есть специальный клей для Эва-материала. Ну, такой вот тюбичек, который заклеивает его на раз. Если, не дай бог, там произошла какой-то казус, не знаю, наступили, порвали, буром зацепили, да. А там предварительно обработка требуется? Ничего не нужно. Вообще ничего не нужно. Жирить там или что-то. Ничего не нужно. Просто сразу этим клеем сжать. Вот прям вот этим клеем, там можно даже не сжимать. То есть, если это прокол, вот прям внутрь туда заливаем, вот так вот и все. Там 15 минут, и можно дальше продолжать бежать в этих сапогах и без каких-либо проблем. Потому что, как бы ты не хотел и как бы ты обходил все эти торчащие ветки, не знаю, штыри какие-то и так далее, все равно никто не застрахован от того, чтобы не наступился. Подошва решает этот вопрос, да, но тем не менее, там верх сапога, там где-то еще там что-то можно повредить. Вот, и настоятельно не рекомендую в таких сапогах, вот как я видал на рыбалках это делают, например, там на бур намерз лед, снег, вот начинают по буру пинать этими сапогами. Ну, все. Все, скоро тебе снова в магазин, чтобы новой парой сапог. Пойти и покупать новые. Кстати, Василий, немаловажный вопрос, да, не только как ухаживать, но и как надевать и снимать, возможно, эту обувь, да? Ну, вот я провожу сравнение с обычной обувью, не знаю, мужские ботинки, если ты ленишься наклоняться, а вот, знаешь, вот каблука под каблу, пытаешься снять и так далее, да, можно. Я понял. Это уменьшает срок эксплуатации обуви. Здесь, на самом деле, абсолютно не критично, потому что как раз материал за счет своей эластичности, вот именно верх сапога, он без проблем терпит там любые над собой издевательства. Ну, не знаю, мне удобнее сначала надеть чулок, да, а потом уже в чулке засунуть ногу в сапог, как правило, как правило. Потому что делать это, наоборот, ну, не очень удобно, да, там, заправлять штаны, там, еще что-то, вот, потому что, ну, вот мы, когда рыбачим с товарищами, мы всегда штаны и брюки от зимнего костюма надеваем сверху сапога. Для чего нужно, потому что, если, не дай бог, провалился куда-то, у тебя есть шанс, что под костюм, который ты выбрал из мембранной ткани, вода просто не попадет, не успеет залиться в сапоги. Еще такой чисто потребительский вопрос, перед тем, как мы на рекламу уйдем, я думаю, вопрос зададим там быстренько, можно ли за сравнительно или даже за очень небольшие деньги действительно хорошую модель сапог подобрать, которая и будет и служить долго, и тепло будет, и все будет замечательно? Ну, в поле. Или все-таки прямая зависимость, чем дороже, тем прослужат дольше. Нет, нет. Здесь многие поступают, каким образом покупают сапоги достаточно бюджетного класса, ходят в них там, например, сезон, да, через сезон просто вот эти там чулочки тоненькие выкидывают, покупают новые чулки хорошего класса, да, там, температурного режима. А их ценовой диапазон чулок? До тысячи рублей. Ну, то есть они достаточно гуманные, да, и все, и получают удобные сапоги, в которых уже точно знают, что в них там удобно ходить и передвигаться, да, но уже с более качественным чулочком, да, в котором будет теплее, вот и все. Василий, вопрос. Мы обещали, что без предупреждения. Ну да, мы зададим банальный, вот самый такой интересный вопрос. Есть замечательная рыба судак. Вот, друзья, у меня вопрос, судак это хищник или нет? Так, я комментирую, что я сейчас сделаю. Я решил так поступить. Я зашел в нашу группу ВКонтакте, я хакироваю, я пишу, трофеи рыбалка, вот прямо сейчас онлайн набираю, трофеи рыбалка, вопрос, вопрос от Василия Мамонова про судака. Пишите ответы в комментариях. Все, отправляю эту запись. Вот прямо сейчас в нашу группу заходите. Ой, не туда. Я написал в других комментариях. Сейчас я исправлюсь. Что у вас нового, спрашивает у меня ВКонтакте. Вот, все, опубликовал новую запись в нашем. Все, опубликовал. Ну, все, здорово. Вопрос от Василия Мамонова про судака. Пишите ответы в комментариях. Жду ваших ответов. Напоминаю, что будет разыгран сертификат подарочный от компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Окей? На рекламу? Да, рекламу и продолжим. Да, и ледобуры там. Ледобуры. Ледобуры, да. Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей! Рыбалка! Ну, разумеется, в поездке на рыбалку компания «Движение нефтепродукт» вам готова помочь не только топливом, но АЗС «Движение нефтепродукт» вы всегда найдете массу необходимых аксессуаров, масла, смазки, щетки, стеклоочистители и так далее и тому подобное. Так что имейте в виду. Мы продолжаем наше общение. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Мы продолжаем готовиться к уже начавшемуся сезону зимней рыбалки. Только что поговорили, так, в общем и целом, поверхностно, как сказал Василий, о выборе нужных, хороших, теплых и надежных сапог для зимней рыбалки. Ну, а теперь переходим к ледобурам. А, ну, Василий, я подведу сразу итоги нашего конкурса. У нас уже есть победитель, мы сами не ожидали. В считанные секунды у нас появился ответ на вопрос. Кто есть судак? Легкий вопрос задан. Как второе название судака? Зандер. А из книжки Сабанеева? Не вспомню. Нет? Что-то тоже сейчас не припомню. Ладно, в следующий раз вопрос зададим. В общем, Наталья Синкина ответила абсолютно верно. Это хищник. Ну да. Конечно. Конечно, хищник. Один из самых... У нас с Василием есть предположение, что имя Натальи у нас еще прозвучит. Возможно. Возможно. Хорошо. Итак, ледобуры. Остается у нас буквально 20 минут. 25. Еще нужно итоги конкурса подвести. Поехали. Ну, тоже мы так быстренько, на самом деле. Ледобуры – это такая штука, без которой вообще на зимнюю рыбалку. Ну, никак. Их сейчас огромное множество. Из различных материалов, различных диаметров. Ну, вот начнем, наверное, по порядку. Первое. На что стоит обратить внимание, выбирая для себя ледобур, определиться с тем диаметром, который нам необходим. То есть это бывают восьмидесяточки, сотки, сто десятые, сто тридцатые, сто пятидесятые и даже сто восьмидесятые. Что есть классика, самая распространенная, я имею в виду? 110-130. 110-130. Ну, объясню почему. Потому что восьмидесятка при всех прочих равных будет дырявить лед быстрее всех. Ну, потому что диаметр меньше, там все хорошо, но в восьмидесятое отверстие, которое оно просверлит во льду, вот в эту лунку протащить что-то крупнее там ладошки, ну, уже так проблематично. Тем более, если она там еще подмерзнет, обмерзнет, не шуга там какая-то будет достать трудно. Такие ледобуры в основном покупают спортсмены, которые участвуют в зимних соревнованиях, где для них важно максимально короткое отведенное время тура в два часа, покрыть максимальную площадь водоема, просверлить максимальное количество лунок, да, и, как правило, там ловят не сильно крупную рыбу, да, достаточно тонкими снастями, и поэтому вот у них в почете вот такие ледобуры. Забросил снасть, начинаешь процесс, понял, что ничего не идет, поехал дальше. Нет, бежишь дальше там, то есть там лунок за два часа сверлится какое-то огромное количество, ну, вот поэтому у них они в ходу. Дальше, что стоит учитывать при выборе диаметра ледобура? Ну, во-первых, отталкивайтесь от того, каким способом вы ловите. То есть если вы любитель и приверженец, там, ловли мирной рыбы, там, леща, там, или еще что-то, да, то есть сам по себе лещ достаточно широкотелая такая рыбка, которую затащить в маленькую дырочку будет не очень удобно, это раз. Во-вторых, как правило, такие рыболовы, они перемещаются мало, прикармливают много, соответственно, за день они делают небольшое количество лунок, там, 3, 5, 10, ну, 20, хорошо. Вот, то есть там в некоторых случаях бывает оправдано, там, даже применение, там, 150-х диаметров ледобура, это я сейчас говорю о том, что мы говорим про ручные ледобуры, то есть то, что мы крутим руками, вот. Соответственно, диаметр 180, ну, я не знаю, вообще в ручных реально, по-моему, не покупает никто, потому что, ну, мы их и не привозим, ну, нереально просверлить, особенно где-нибудь в средине зимы, там, в глухоземке. В зиме, когда ледяной покров, там, метр, по-моему, там, 3 лунки и всё, и от рыбалки уже удовольствия не будет никакого, вот. Соответственно, если вы приверженец ловли мирной рыбы, я советую выбрать ледобур, там, 130-150, ну, наверное, оптимальным здесь будет 130, вот как самый такой покупаемый вариант. Дальше. Если же вы, например, активно ловите хищную рыбу, будь то щука, судак, окунь, соответственно, такой рыболов по водоему перемещается очень много. За день покрывает огромное расстояние, бурит большое количество лунок, потому что там рыбалка сводится к тому, что просверлил лунку, отпустил блесну, там, серия из 10-15 взмахов в разных горизонтах. Поклёвок нет, как правило, мы идём дальше. Ищем, ищем рыбу. Ищем, 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 то есть, всё. Лунок мы бурим много, нам нужно, чтобы это было легко, но в то же время, там, 80-очка нам не подойдёт, потому что, если клюнь достаточно крупный хищник, мы его просто туда протащить не сможем. Поэтому здесь в почёте буры 110-го диаметра, как самый такой, ну и вообще, если посмотреть в общем и целом, это, наверное, самый продаваемый диаметр, самый популярный диаметр рыболовов, потому что там вроде бы как и лунка-то такая не совсем маленькая, да, но в то же время и бурит хорошо. Но здесь есть ещё одна хитрость. На 110-й бур можно поставить ножи от 130-го. И лунка у нас получится не 130-й, она примерно получается 120-й, вот так вот. Ну, то есть, немножко расширить. Но это, опять же, актуально, если вы не очень много бурите, ну, потому что реально всё равно тяжелее. Физически тяжело. То есть, вообще, зимняя рыбалка, она такая, укрепляет тело ого-го. То есть, набуришься за день так, что там к вечеру уже вроде бы и руки-то отпадывают. Причём, чем глубже в зиму, тем тяжелее. Тем тяжелее. Толщина льда увеличивается. Ну, вот, совершенно верно. Соответственно, всё, вот мы, например, там определились с диаметром, да, всё выбрали мы там себе. Ну, пускай это... А, кстати, Василий, жерлицы тут какой? 110-й. 110-й тоже. Ну, потому что жерлиц, бывает, выставляют много, это во-первых. А, во-вторых, всё-таки, ну, по мне, опять же, ловли на жерлицы, а мы ей посвятим обязательно отдельную передачу, потому что там много есть нюансов. Она не настолько статична, как многим кажется, что нам поставил, и сиди смотри на них. Ну, это мы уже потом коснёмся, да, там, расскажем отдельно. Вот. Ну, к примеру, мы выбрали там 110-й диаметр для себя, там всё определили, с диаметром всё понятно. Дальше мы выбираем материал, из которого изготовлен ледобур. То есть, в основном, это понятно, что какие-то сплавы, да, там, стальные и всё такое. Отдельным классом стоят ледобуры, изготовленные из титана. То есть, вот такие существуют, титановый ледобур. У него... Жалко, наверное, тратить. Ну, они достаточно... Такой металл на ледобур. Нет, они достаточно дорогие. В своё время на них там был прям какой-то бум, да, там, все приходили и спрашивали, «О, я хочу титановый там ледобур». Плюс в чём вес? То есть, масса ледобура 110-го из титана, она там полтора килограмма. Ну, то есть, он вообще ничего не весит. Вот. Такой ледобур хороший, если мы там куда-то далеко постоянно ходим с ним, то есть, он лёгкий. Но сейчас они отошли. Во-первых, минусы — это цена, это раз. Высокая. Вот. Во-вторых, у них как бы то вот не было, да, ну, как я уже всегда... Я всегда говорю, там, без физики в нашей жизни вообще никуда, она везде. Для того, чтобы таким ледобуром пробурить лунку, мы тратим сил раза в два больше, чем обычным. То есть, нужно давить. Нужно давить. Нужно давить. Причём достаточно сильно давить. Да. Это второй минус. Ну, вот сейчас, да, по перволётку, что называется, это может быть не так сильно заметно, но... Когда лёд очень толстый уже, это сильно заметно. Реально устаёшь сильней. Вот. И третий минус у этих ледобуров — они достаточно, ну, не сказать, что хрупкие, но, тем не менее, из строя они выходят очень часто. У них срывали шнеки, отрывали. А связано всё с тем, что очень часто рыболов, приходя там на водоём, видит старые лунки, которые там вчера, например, его там коллега... Пытается их рассверлить. Пытается их разбурить совершенно верно, забуривает туда вот этот ледобур, он у него входит там под каким-то углом, он пытается его достать, начинает дёргать, и он просто его рвёт. Там сварка слетает на раз. И приносили реально там ледобуры, вот именно титаны, у которых там шнек просто в ленточку развернут, и всё. Да, неприятно. К сожалению, отремонтировать, ну, вернее, его можно отремонтировать, но там ремонт будет по стоимости, как новый ледобур, потому что титан, он, к сожалению, обычной там сваркой не варится, и там варят аргоном, и всё такое, и это всё очень дорого. Поэтому титановые ледобуры, они как класс существуют, да, но их, опять же, сейчас отмели. Я их советую, ну, вот, не знаю, там, рыболовам преклонного возраста, которые ходят на рыбалку, которые будут немного, но там всё-таки легче будет. Каков Василий ценник, чтобы мы понимали, титановый? От, грубо говоря, семи до, там, пятнадцати в среднем. Ну, да, уже так, да, уже немало. Ну, уже недёшево. С учётом того, что обычно хороший ледобур сейчас можно купить в пределах, там, трёх-четырёх тысяч рублей. Так, хорошо, титановые оставили. Всё, вот мы там титановые как класс убрали, выбираем дальше. Ледобуры существует двух типов вращения, левого и правого. Если посмотреть наши, наши с вами отечественные ледобуры, всегда были левого вращения. Левый. То есть против часовой стрелки вращаешь. Против часовой стрелки, всё. А шведы и финны всегда были правые. Ну, не знаю, с чем это было. Я могу только догадываться, почему. Не знаю, с чем это связано, но на самом деле это так. Вот. Соответственно, здесь уже тоже выбираем для себя левша, правша, как удобнее. Кому-то вот удобно. Правым там, я не могу руками бурить, правым буром. Ну, просто не могу. Ну, это вот такое. Левый, то есть ты тянешь всегда к телу его, да? Ну, ты вот, да, вот ты буришь. А правым ты вот от себя. От себя надо. И причём меняешь руку. То есть если здесь у нас вот эта рука там сверху, вот этой мы там работаем, да, то здесь-то мы будем бурить наоборот. Кто-то бурит вот так. Но это я вообще не представляю, как это нужно сделать. Ну, ладно, пусть люди сами решают. Это уже всё. Ну, тем не менее, левое и правое существуют. Вот консультант обязательно задаст этот вопрос, спросит, какой для вас, и подберёт. То есть благо они есть и те, и те. Вот. Всё, соответственно, мы здесь определились. Дальше, вот как вот я уже не зря там сказал, да, мы выбираем фирму-производитель, которая нам нужна. То есть это есть шведские, есть финские, есть наши российские буры. Чем они могут отличаться? Шведы и финны в своё время, там, может, лет даже пять назад всего лишь, были эталонами по скорости бурения, по комфорту бурения, по лёгкости бурения. А было всё связано с тем, что у них была очень интересная конструкция ножей вот этой головы. То есть если на наших ледобурах, ну, все это помнят, знают, там были вот такие вот сменные ножики, да, которые прикручивались на болтики. Я себе лично очень хорошо представляю, да, как это выглядит. Вот. То у фирменных буров были так называемые съёмные головы. То есть это такая сферические такие ножи. Да, то есть они, во-первых, были очень широкие, во-вторых, это именно была такая голова, и она выглядела, вот, сверло все представляют, да, вот как вот голова сверла выглядит. Вот точно так же. Соответственно, они забуривались в лёд лучше, у них угол атаки был лучше, они бурили лёд как масло, всё было классно, но здесь, опять же, всплывают нюансы. Если наши вот эти вот ножи, там, стоили копейки какие-то, и плюс их можно было поточить, там, поправить на брусочке перед рыбалочкой, там, всё, и они становились практически как заводские, и всё, и мы шли дальше бурили, то вот эти головы были одноразовые. Если мы её засадили куда-то, её можно там засадить в песок, в гальку, не знаю, там, в пень вбурить, там, ну, вариантов очень много, и если она просто затупилась, во-первых, ну, вот у нас до сих пор там в городе один или два умельца, которые могут их поточить, потому что там именно определённый угол заточки должен быть, если мы его сбиваем, бур перестаёт бурить вообще. Бесполезная штуковина. А стоимость вот этой отдельно взятой головы, она была там в половину стоимости бура. Ну, то есть, если бур там стоил 5-6 тысяч рублей, ну, там, 3 тысячи рублей стоила голова. Соответственно, здесь тоже выбирайте. Если вы бурите немного, если вам нужен какой-то комфорт там, да, можно приобрести вот такой бур. Но, тем не менее, сейчас это очень радует. На рынке появились буры нашей, нашей российской модификации. Это Торнадо, это барнаульские буры. Торнадо, так, фиксируем. Торнадо, Айсберг, то есть, это всё в городе Барнаул делается. Они, на самом деле, вот сейчас там шведам дадут угу-го. Плюсы. В чём особенности? Стоимость. Там порядка 4 тысяч рублей. Вот, понятно, что они сделали копии. У шведов и финнов. Да. Но модифицировали их под нас с вами. Обычно китайцы копируют что-то, а тут наши скопировали. У скандинавов. Наши там, скажем так, не то, что скопировали, они взяли всё самое лучшее. Ну, технологии, безусловно. Вот, взяли всё самое лучшее и немножко их доработали и сделали приемлемыми для вот нас. Во-первых, что они сделали? У всех финских и шведских буров, которые вот раньше были там Мора, Рапала, там, да, на слуху, у них был достаточно длинный шнек. Ну, то есть вот сами витки, если наши российские были буры, вот там, вот коротенький такой шнек, а дальше просто труба там, да, то у финнов и шведов там шнек там был, ну, вот, огромный. Для чего нужно? Для того, чтобы мы в один заход, вот, не выдёргивая бур, постоянно могли, можем пробурить лёд там большей толщины. Потому что шнек вот, он вываливает эту крошку, она не мешает, не забуривается, не надо там выдёргивать и всё оставшееся. То есть, соответственно, сделали вот так на айсберге, да, длинный шнек. Это раз. Во-вторых, они взяли от шведов вот эту голову, но её модифицировали. Они сделали её из композитного материала, и вот к этой голове уже крепятся ножи. То есть если у них сменные ножи, которые, опять же, достаточно дешёвые, там, стоят порядка, там, 200, там, с копейками рублей, которые всегда есть в наличии, их можно приобрести. И есть ещё один огромный плюс по сравнению, например, с теми же шведами, мы их там всё-таки переплюнули. Ножи есть для сухого и для мокрого льда. Соответственно, с разным углом заточки, вот и всё. А на тех бурах надо было либо менять голову, они тоже были, но это стоимость, там, как я уже сказал, там, в половину, да, стоимости, там, ледобура. Во-вторых, там, её где-то с собой таскать, там ещё нужно, если, не дай бог, ты там приехал на водоём, смотришь, там, наледь вышла, лёд сырой, всё, там, надо менять. Здесь без проблем, перекрутили и поехали дальше. Вот. И, соответственно, вот эта голова самая из композитного материала, всё, там, мы меняем ножи, без проблем, всё очень просто, ничего не сворачивается, ничего точить не надо, ножики можно там поправить, они тоже сделали их сферическими, всё класс. Вот. И они точно так же есть левого и правого вращения, но прогресс не стоит на месте, и всё пошло дальше. Например, сейчас самые продаваемые ледобуры... Сейчас по большому секрету поделимся так. ...правого вращения. Хотя вся наша страна всю свою жизнь крутила влево, почему же сейчас продаются ледобуры правого вращения? А потому что... Наверное, какой-то механизм используется. Совершенно верно. Используют для бурения лунок шуруповёрты. Ура! Браво! Всё! Это не секрет, на самом деле. Используют шуруповёрты... Как только шуруповёрты используют? Миксер на кухне, шлифовальная машина... В рыбалке шуруповёрт используют ещё для перемешивания прикормки летом, венчики там специальные на них, ну, это такая штука. Вот. Здесь единственное, что не каждый шуруповёрт подойдёт, то есть у него там должен быть большой крутящий момент, там, усилие, да, там, большая ёмкость. Аккумулятора, соответственно, не сильно дёшевы, но упрощают жизнь рыболову в разы, особенно по толстому льду. В общем, как выглядит приблуда, которая вставляется в шуруповёрт непосредственно? Вот сейчас об этом, да, поговорим? Да, а там всё очень просто. То есть у вот этих буров снимается ручка, она просто вот снимается, у нас остаётся трубка 22-го диаметра, в которую вставляется... Патрон? Патрон. Уже есть и кустарные их производят, есть уже и заводское производство, всё. То есть адаптер под шуруповёрт, он так и называется, 22-й диаметр. Здесь шестигранник для того, чтобы зажать его в патроне. Всё, мы вставляем туда, закручиваем болт в этом самом, в ледобуре, чтобы у нас ничего не вылетало. Всё, пожалуйста, побежали на водоём бурить. И почему правого вращения? Потому что у нас шуруповёрт крутится, закручивает в правую сторону, в реверсе делать это неудобно. Вот такая вот штука и на самом деле очень-очень популярна. Сейчас для того, чтобы использовать, скажем так, маломощные шуруповёрты, придумали редукторы, которые продаются отдельно. То есть мы можем купить достаточно бюджетный шуруповёрт, приобрести вот такой вот редуктор. Он увеличивает крутящий момент или что? Крутящий момент увеличивает. Всё, и без проблем, и мы бежим на водоём. Одного аккумулятора на 100 примерно луночек. Чьё вообще это изобретение? Чья это выдумка именно? Шуруповёрт использовать? Откуда это пришло? А я больше чем уверен, что это придумали наши россияне. Наши россияне. Не, ну я видел, конечно, в интернете ролики, когда на мотобурах начинают как на карусели вертеться. Но шуруповёрт используют активно где-то, наверное, лет 5-6. Я первый ролик в интернете увидел, там как раз мужчина, наш с вами соотечественник, он там рассказывал, всё показывал. Это вот первое, наверное, упоминание. Потом через года 2-3 я уже начал видеть у нас рыболов с шуруповёртами. Мы уже начали пользоваться, приобретать. Ну, по первости, конечно, наступали на грабли. Мы же думали, так это что там? Ну, любой. Набрали шуруповёрт, приехали на водоём, там, бю-ю-ю. А не бурит. А не хватает. И всё-таки прям вот любую, на любую глубину, то есть ширину льда, толщину льда, прям может взять, нечего себе. Любую. Неожиданно. Ну, совет тут можно дать, брать с собой запасной аккумулятор всё-таки. Ну, мы всегда возим с собой два аккумулятора. Я знаю просто некоторые шуруповёрты без запасного аккумулятора. Да, его нужно обязательно приобрести. И здесь есть ещё один нюанс. Ну, любой аккумулятор боится холода. Ну, потому что там разряжается он быстрее. Поэтому здесь тоже пошли дальше. На аккумулятор шьётся чехол, в котором внутри чехла делаются кармашки. Под что кармашки? Под грелки. Под грелки, да. То есть продаются компактные грелки для рук. Вот туда эти грелочки. Вставляешь, заряжаешь, надеваешь чехол на аккумулятор, всё, и погнал. А второй аккумулятор, он, соответственно, хранится в пенопластовом... Вот мы делаем из пенопласта в таком коробе, да, термоконтейнере в таком. Кейс такой, да. В котором всё внутри обклеено фольгой, лежит аккумулятор, лежит грелочка. Всё. Василий, ну раз уж я упомянул такое слово, как мотобур, давай пару минут немножко об этом. Да. Я так понимаю, что такое открытие, как шуруповёрт-бур, оно мотобур, наверное, убивает. Убивает. Как явление. Мотобуры были одно время очень популярны, их постоянно там приобретали люди, которые выезжали на север, на севера, где толщина ледяного покрова там просто какая-то заоблачная. И они сейчас как класс существуют и пользуются определённым спросом, но вот именно для такой суровой северной рыбалки. Плюс в чём? В том, что на мотобур мы всё-таки можем поставить шнек диаметра там 180, даже 200 без проблем. И он это всё осилит? Да, к сожалению, буры именно вот если с использованием шуруповёрта, ну ограничивается там 130-ю. 150 можно ставить, но уже тяжело. Мне интересно перфораторы, если подключить, что получится. А ничего хорошего там как бы этот самый... Нам нужно усилие на вращение, на долбить лёд, там это бесполезно. Вот, поэтому мотобуры существуют, у них есть определённые плюсы. Это то, что мы можем использовать шнек достаточно большой, большого диаметра. Минусы – это, во-первых, вес, это раз. Во-вторых, это всё-таки двигатель, который на морозе может капризничать. Там бывали случаи, когда их там завести не могли, да, там ещё что-то. Это обязательно, что мы будем с собой возить там какое-то количество топлива там для него. Ну то есть это всё громоздко. Если вы предпочитаете там какую-то пешую рыбалку, переходы или ещё что-то, мотобур однозначно не ваша тема, то есть это снегоход, сани, куда мы это всё загрузили, положили, повезли, привезли, несколько там лунок сделали и убрали обратно. Ну, как правило, вот так. Поэтому сейчас они не сильно популярны. Так, у нас 3-4 минуты, надо итоги ещё фотоконкурса подвести. Но всё-таки перед этим, подводя итог нашей сегодняшней беседы, да, обувь, сапоги и мотобур, у нас из раза в раз повторяется эта история. Мы всегда отталкиваемся из того, для каких целей всё это вам нужно. Конечно. Да. Изначально нужно понимать, для чего сапоги, в каких условиях. Совершенно верно. То есть для себя, и самое главное, при выборе, когда вы приходите в магазин, вы вот это всё, что вы для себя там решили, озвучите консультанту, вам уже тогда точно помогут с выбором, да, там подскажут нужные вещи. Потому что, ну, догадаться там нам достаточно трудно бывает. А когда вы там придёте и скажете, я хочу ловить на жерлице, не знаю, там, на крайнем севере, ну, здесь всё будет понятно, мы вам будем уже показывать и рассказывать то, что вам необходимо. И точно так же с буром. Активно вы будете бегать по льду, неактивно. На какую рыбу, на большую, не очень большую. Совершенно верно. Возраст ваш, да, если вам, ну, там, силу, да, уже в больших летах тяжело бурить. Вот тоже это всё учитывается. Конечно. Обязательно. Итак, настаёт торжественный момент в программе «Трофея рыбалка». Вместе с Василием Мамоновым, экспертом компании «Арсенал», мы сейчас подведём итоги нашего фотоконкурса. На этой, напоминаю, неделе конкурс будет продолжаться, поэтому в соответствующем посте в нашей группе ВКонтакте вы можете продолжать выкладывать свои фотографии. Мы снова через неделю запустим голосование из трёх лучших, на взгляд, редакции фотографий. И, соответственно, в следующий четверг... И вопросы мы будем задавать каждую передачу. Да, вопросы будем задавать. Вот ещё раз, да, Наталью Синкину ещё раз поздравляю. За правильный ответ на вопрос Василия, кто есть судак, хищник или не хищник. Хищник, конечно же. Итак, что я вижу. 609 человек проголосовало на этот момент. Да, хорошо. При том, что голосование сегодня у нас было запущено во второй половине дня. Солидно, надо сказать. Я до сих пор, напоминаю, не знаю победителя, потому что я не голосовал, и передо мной это всё не открыто. Вот сейчас передо мной муки выбора, кого же поддержать. Хорошо, давайте я поддержу участника номер два. Это Паша Рихалов. Потому что, насколько я помню, он самым первым откликнулся на наше приглашение поучаствовать в конкурсе. Он самый первый у него появился, там, в нашей группе. Итак, Паша, я отдаю свой голос тебе. Голосую. Голосую, кликаю. И что же я вижу? Ого! Я кликнул за Пашу, который набрал 43 почти процента голосов. Я напоминаю, что это прямой эфир сейчас. Мы в реальном времени с вами. Мы работаем, вы слушайте. 9,64 процента у Александра Булдакова. Он у нас сфотографировал щучки там, в том числе. Причём такие солидные. Ну и вот, как я предполагал, Наталью Синкину мы ещё раз будем... Ещё раз поздравляем, да? Ещё раз будем поздравлять. У неё самое большое число голосов, 47,39 процента. У неё фото, на котором она... Фото прислала она, это улов её мужа. Насколько я помню, я сейчас не вижу. Да, по-моему, она написала, что это муж поймал. Ну, там довольно такое солидное разнообразие рыбное. И щучка есть, и бель есть, и окунёчки есть. В общем, всё. Ну, всё здорово. Судьба сертификата на 3 тысячи рублей от рыболовного клуба «Белуга» решена. Наталья, мы вас искренне поздравляем. И вашего мужа, и вашу семью. Именно вам достаётся и сертификат на 3 тысячи от «Белуги», и сертификат от «Арсенала». Вообще здорово. Подарочный. Вот такая сегодня результативная рыбалочка. Генеральный партнёр программы «Компания Движения Нефтепродукт». Мы можем ещё немножко, да? У нас звукорежиссёр, видимо, уже притомился немножко. Максим, потерпи минутку. Мы сейчас закончим. Всё уже. Спасибо, Максим, что ты с нами в столь поздний час для нашего прямого эфира. Итак, я сейчас хочу сказать. Наталья, Наталья, вы мне, пожалуйста, личным сообщением ВКонтакте отправьте свой номер телефона. Я вам сейчас, сразу после передачи, перезваню и приглашу вас к нам в редакцию за призами. Вот. Всё. На этом завершаем сегодняшнюю программу. Да, думаю, что наша передача была полезна. Тем не менее, что-то рассказали. Приходите в магазин, спрашивайте, задавайте вопросы. Я всегда практически на месте бываю. Консультанты у нас отличные. Так что поможем всегда с выбором. Расскажем, покажем. Ну и что? До следующей недели. Да, безусловно. Василий Мамонов, эксперт компании «Расенал» на Комсомольской, 8. Меня зовут Владимир Сметанин. Завтра смотрите, слушайте видео-версию сегодняшней программы. Она будет на нашем YouTube-канале, на сайте «Ахкирова.ру». Ссылки обязательно выложу в нашей группе ВКонтакте. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка.